Девушки отдыхают Привет, с вами Джейн Кравец Вы говорите, что я давно ничего не рассказывала про знаменитостей Окей, следующая информация очень ужасная и смешная одновременно Кайли Дженнер продает одежду для заключенных под своим брендом Кай Шейн Доусон выдвинул теорию о том, что Кайли Дженнер заказывает пошив своих костюмов на фабрике, где делают костюмы для заключенных Давайте я объясню У Кайли Дженнер есть бренд одежды, который называется Кай Эта теория началась с того, что Шейн Доусон заметил, что у костюмов Кайли Дженнер Кай отсутствуют карманы И эта теория начинает становиться Это еще интереснее Дальше он начал копать глубже Он решил посмотреть, как выглядят костюмы заключенных И нашел сайт, где можно заказать эти самые костюмы для заключенных К его удивлению, эти костюмы действительно похожи Более того, на сайте Кайли Дженнер доступны три цвета костюма Это серый, черный и красный С одной стороны, достаточно стандартные цвета Но с другой стороны... Вы сто процентов замечали, что практически на каждой толстовке есть вот такие вот веревочки Которые помогают затягивать капюшон И у заключенных таких веревочек не может быть Потому что они могут сделать с этой веревкой все, что угодно У костюмов Кайли отсутствуют эти веревки На самом деле, всех этих доказательств, ну, объективно, недостаточно Но я нашла кое-что интересное Человек, который работает в тюрьме, написал, что у него тоже есть костюм Кай И он сравнил этот костюм с костюмом заключенного И они идентичны Какое ужасное совпадение На самом деле, это все, естественно, не тянет ни на какое серьезное разоблачение Но было бы смешно, если бы это оказалось правдой Давайте поговорим о кое-чем, что сейчас становится супер популярным Кружки Стэнли Об этих кружках я говорила практически год назад Кружки Стэнли Я думаю, теперь вы знаете, что это такое Вероятно, вы очень хотите эту кружку Или, возможно, она уже есть в вашей коллекции Я сама даже чуть случайно не купила себе кружку, но потом передумала Вообще, впервые я говорила об этих кружках вскользь год назад В видео про Water Talk Я напомню, Water Talk это такой комьюнити людей, которые покупают порошки вроде Юпи Засыпают это все в воду Добавляют туда кучу сиропов Лед И называют это все полезной водой И вот тогда, почти год назад, у меня возникло подозрение, что с кружками Стэнли что-то не так Эта кружка сейчас очень популярна в Америке А что если производитель кружек способствовал созданию комьюнити Water Talk? Потому что в Америке все девушки, которые замешивают эти коктейли, пользуются именно этими кружками Это очень странно У них сиропы и порошки от разных производителей, но кружка у всех Стэнли Кап Я не знаю, думал ли кто-то об этом, но как по мне это странно Тогда многие смеялись и говорили, что кружки тут ни при чем Компания кружек Стэнли не будет заниматься созданием странного клуба любителей Юпи Для повышения продаж А вот и будет И сейчас, меньше чем через год спустя, в нашем поле зрения снова появляются Стэнли Капс И дайте угадаю, скорее всего вы видели вот это видео с кружкой Стэнли? У девушки по имени Дэниэль загорелась машина После того, как пожар потушили, она заглянула внутрь И о чудо! Машина сгорела, а кружка Стэнли просто в прекрасном состоянии И о чудо 2! Внутри кружки девушка обнаружила лед Что говорит о том, что кружка просто какая-то невероятно, ну, крутая Она действительно может держать лед очень долго Глава Стэнли Капс на следующий день записывает видеообращение к Дэниэль Привет, Дэниэль! Меня зовут Терренц Риэль и я президент Стэнли Спасибо за поделом видео, потому что, wow, это действительно показывает как в Стэнли, как в Стэнли, как в Стэнли, как в Стэнли, как в Стэнли Я не мог бы подумать о лучшем качестве, как в Стэнли Но, в общем, мы рады, что вы живете Я видел много комментариев, что мы должны дать вам стэнли Ну, мы будем дать вам стэнли Но есть еще одна вещь Оу, как мило, скажете вы И побежите скупать кружки Стэнли Но это завирусившееся видео с машиной Фейк Сразу к фактам Обратите внимание на дату, когда Дэниэль выложила видео 15 ноября 2023 год Когда я копалась в ТикТоке, я наткнулась на одно видео И оно было выложено 12 августа 2023 года То есть это было раньше на три месяца, чем вот это вирусное видео И просто посмотрите его This TikTok is for Stanley Cup So, my car caught on fire last night You can see However, my Stanley Cup is still pretty much intact Which is great marketing for y'all See, just the handle came off But the rest is pretty much intact I would love it If Stanley could send me a new cup That would be really helpful Then I could stay hydrated Right now I don't have water So, great marketing for y'all Вот скажите честно Это же видео Практически полная копия Видео с Дэниэль Точнее, не совсем так Видео с Дэниэль Это копия видео Которое я только что вам показала Потому что видео, которое я только что вам показала Вышло раньше на три месяца У меня есть стойкое ощущение, что нас обманывают Более того, в комментариях у девушки Которая выложила свое видео в августе Люди начали писать О, я тебя поздравляю Что Стэнли тебя заметили Вышли тебе кружки и новую машину Это не я Это другой человек Ты видела видео Стэнли? Они собираются отправить тебе кружки и машину Это другая девушка Это просто невероятная ложь Мне жаль, если вы купили кружку Стэнли после этого видео Но это ложь Вообще, почему появилось два практически одинаковых Видео Есть две версии Либо пиарщики Стэнли заметили первое видео И решили создать такое же И сделать эту историю вирусной Чтобы все начали покупать, естественно, больше кружек Либо второй вариант Оба этих видео были созданы для того, чтобы пропиарить кружку Стэнли Только первое видео не стало вирусным А вот второе Поэтому они настолько похожи Если вам недостаточно доказательств То вот блогер канала Watered Channel Поджег машину с кружкой Стэнли внутри Да, кружка осталась целой Но то, как она выглядит Очень сильно отличается от того, что мы видели в том самом вирусном ролике Не говоря о том, что лед в кружке растаял Любите самолеты? Может быть, вы даже смотрели документалку от Netflix Дело против Боинг Это суперинтересный, супермрачный документальный фильм Там очень хорошо рассказывается о том, как жадность погубила компанию Боинг И мы были семьей Мы прошли вместе большой путь Лучше компании даже и не придумаешь А потом представьте, что вы приходите на работу А у вас теперь совершенно новые начальники И отменяется все, чему вы научились за 30 лет Высокооплачиваемая верхушка руководства Боинг Думала только о том, как бы повысить курс акций И угодить акционерам И как раньше их самолеты были одними из самых безопасных в мире И сейчас они постоянно терпят бедствия К сотрудникам перестали прислушиваться Каждый раз, когда я поднимал руку и пытался сообщить о проблеме Руководство нападало на гонца и игнорировало послание Сами инженеры, которые строят эти самолеты Боинг Крайне квалифицированные люди Но верхушка компании их постоянно очень сильно торопит Чтобы быстрее сделать и быстрее продать как можно больше самолетов разным авиакомпаниям Ну и, конечно, получить побольше прибыли Так сложилось, что в Боинг было принято сообщать плохие новости О сложности строительства самолетов свободно обсуждались Теперь это стало проблемой Нельзя сообщать начальнику плохие новости Сами инженеры против такой спешки Потому что это очень сильно сказывается на безопасности самолетов Поэтому большая часть квалифицированных сотрудников Начала увольняться из компании Боинг Никому не говори Представляешь, ребята из ночной смены не установили прокладки возле шасси Обалдеть Сказали, что у них вообще не хватило времени на это На всем заводе в каждую смену работал только один специалист отдела контроля качества В прежние времена их было 15 Это Джон Барнетт При этом глава компании продолжал говорить одно и то же Эти аппараты абсолютно безопасны Лишь бы не потерять прибыль В итоге после нескольких крушений правительство США все-таки заставило компанию Боинг Убрать данную модель самолетов из эксплуатации До тех пор, пока они не станут по-настоящему безопасными Но вот их уже вернули после всех тщательных проверок И они летают Боинг снова заверил весь мир, что 737-е Максы супербезопасные Они прошли триллион проверок Но вот случай, который произошел два месяца назад Не прошло и 20 минут полета, как у самолета отрывается часть фюзеляжа вместе с иллюминатором Тут же выпали кислородные маски Некоторые пассажиры даже не успели понять, что происходит Вот почему нужно быть пристегнутыми во время всего полета К счастью, пострадавших не было, потому что в этот момент самолет все еще набирал высоту И все были пристегнуты Пассажиры рассказали, что у некоторых вылетели телефоны из рук из-за разгерметизации С одного парня сорвало рубашку И на этой фотографии вы можете видеть красную от обморожения шею В итоге ему и его маме удалось пересесть другую часть самолета И с ними все было в порядке И вот максимально странный ответ, который дал глава компании Боинг по поводу этого происшествия И внимание, после этого инцидента авиакомпания Alaska Airlines начала проверять все свои самолеты 737 MAX. И они обнаружили несколько незатянутых болтов во многих своих самолетах Boeing. Болты. Болты незатянуты в самолете. Когда сотрудников, которые строят Boeing, спросили, полетели бы они на этих самолетах, 10 из 15 человек сказали абсолютно точно нет. На этом череда происшествий Boeing в этом году, внимание, только в этом году не заканчивается. Грузовой самолет Boeing вынужден совершить экстренную посадку из-за пожара и неисправности двигателя. Перед приземлением в Орегоне Boeing потерял панель в воздухе. Помните Джона Барнетта, менеджера по качеству Boeing, который уволился в 2017 году. В итоге он продолжил свою борьбу с компанией Boeing. Джон засудил компанию за то, что они плевать хотели на безопасность при строительстве новых самолетов. Он рассказал, что они намеренно использовали некачественные части для самолетов, которые подвергали опасности как пассажиров, так и экипаж. И вот прям только что, 8 марта, Джон давал показания против компании Boeing в суде. Его ответы показывали ужасающую правду, которая творится внутри компании. Суду потребовался еще один день, чтобы Джон дал показания по делу против Boeing. Они назначили заседание на следующий день, 9 марта. И угадайте, что? Джон не появился на заседании. Его нашли мертвым. Тело 62-летнего мужчины обнаружили в его автомобиле возле отеля в Южной Каролине. В пресс-релизе говорится, что он умер, судя по всему, от огнестрельного ранения. Которое он нанес самому себе. То есть, самолуповство. Джон Барнетт знал, что его могут убить и выставить все как самоубийство. Boeing выпустил заявление. Мы опечалены известием о смерти мистера Барнетта. Мир знает, это не самоубийство. Лайнер чилийской авиакомпании резко потерял высоту во время полета из Австралии в Новую Зеландию. Пострадали 50 человек. Самолет как будто бы провалился на глубину 100 метров из-за какой-то технической проблемы. Один из пассажиров потом сказал на радио, что те, кто не был пристегнут, из-за того, что самолет резко провалился, их подбросило вверх, и они получили сильнейшие травмы, в том числе травмы головы. Некоторые серьезно пострадали. Люди были по-настоящему напуганы. То есть, как известно, какая-то техническая проблема. И снова самолеты Boeing. Расследование официально все еще продолжается. Но есть одна версия. По данным Wall Street Journal, один член экипажа, то есть бортпроводник или бортпроводница, который подавал пилотам еду, случайно задел переключатель, который обеспечивал электрорегулировку кресла. В результате этот переключатель заклинило, а сидение продвинулось вперед, толкнув пилота на штурвал. И это пока что предварительные результаты расследования. Весь мир надеется, что ситуация в компании как-то реально улучшится. Чтобы ваша тревожность после прошлого сегмента видео немножечко ушла, давайте поговорим о еде. Мы такое любим, да? Как насчет Subway? Один из самых популярных сэндвичей в Subway это сэндвич с тунцом. Любите этот сэндвич с тунцом в Subway? Если да, для вас есть некоторые новости. Дело в том, что есть теория, которая даже уже не совсем теория, о том, что Subway не кладет тунец в свой сэндвич с тунцом. Но если это не тунец, то что они кладут туда внутрь? Женщина из Калифорнии подала иск в суд. Она утверждала, что в сэндвиче Subway с тунцом нет тунца. Более того, подозрительно большое количество человек начали утверждать, что сэндвич Subway с тунцом сделан из чего угодно, но не из тунца. Subway сразу начал максимально быстро реагировать. Они даже сделали отдельный сайт, где они говорили о том, что у них стопроцентный тунец сэндвича. Но с другой стороны, это даже как будто подозрительно. Если у вас все хорошо, то зачем делать отдельный сайт, где вы мне доказываете, что это правда тунец? В итоге многие журналисты начали расследовать эти сэндвичи. Нью-Йорк Таймс отправили несколько образцов сэндвичей с тунцом из Subway в лабораторию, чтобы проверить содержание тунца и результаты лаборатории вызвали еще больше интерес. Представитель лаборатории, когда они получили результаты, сказал следующее. Есть два вывода. Во-первых, этот тунец настолько тщательно обработан, что что бы мы не извлекли, мы не смогли бы это идентифицировать. Во-вторых, у нас есть какая-то масса, в которой нет ничего от тунца. Subway отказались комментировать результаты лаборатории, а иск женщины из Калифорнии был отклонен, то есть суд стал на сторону Subway. Так что же внутри этих сэндвичей? Тунец или не тунец? У меня есть теория. Однажды я купила банку тунца, ну ладно, надо было сказать, что она стоила подозрительно дешево, так вот. Я купила банку тунца, и когда я ее открыла, я поняла, что это нифига не тунец, это что-то очень странное. На вкус этот тунец был какой-то сайрой или скумбрией, ну короче, выглядело это вот так, а не вот так. И я поняла, что здесь точно есть какой-то маркетинговый обман. И к чему я веду? Мне кажется, что возможно Subway используют какой-то похожий маркетинговый ход, то есть они имеют право называть ту рыбу, которую они используют, тунцом. Но вопрос, что это за тунец? Это такой же тунец, как вот в этой банке, или это вот такой тунец? То есть, если Subway использует самый дешевый макрелевый тунец, то можно объяснить, почему женщина проиграла в суде, потому что технически это тунец. Да, самый дешевый, но тунец. Итак, протестируем сэндвич с тунцом. Кстати, я никогда не ела сэндвич с тунцом из Subway. Я люблю итальянский. Пахнет, как любой другой сэндвич Subway. Слушайте, нормальный сэндвич, а тунец похож на тунец. Дело закрыто. Посмотрите внимательно на эту маску. Кажется, что это какой-то персонаж из, не знаю, американской истории ужасов. Но, к сожалению, это реальный человек. И его зовут Мистер Круэлл. Мистер Жестокий. Об ужасных вещах, которые делал этот Мистер Круэлл, вы можете узнать в Даркленде. Ну, а также, конечно, подписывайтесь на два моих других телеграм-канала. Это, как всегда, Дом Знаменитостей и Лил Джейн. Ну, а с вами была Джейн Кравец. Пока!